Какие же основные идеологические цели преследует Курултай? Немного подробнее об этом, конечно, мы сегодня будем говорить в студии. Но пока мы продолжаем. Около 7 миллионов жителей Сомали страдают от острого недоедания. Тем временем британские онкологи отмечают снижение смертности от онкозаболеваний в стране. Число умерших от рака шейки матки сократилось на 54%. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». В ООН бьют тревогу. Около 7 миллионов жителей Сомали страдают от острого недоедания. 40% из них дети. В ноябре прошлого года страна пострадала от мощного наводнения. Из-за стихийного бедствия уничтожены около 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Также обстановка осложненная тем, что большая часть регионов находится под контролем террористических группировок. Это усложняет доставку ГУМ-помощи ООН. Выбросы метана в энергетическом секторе в 2023 году оставались близкими к рекордному высокому уровню. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. Показатели не снижаются, несмотря на ряд обязательств нефтегазовой отрасли по устранению утечек. На долю метана, мощного парникового газа, приходится примерно треть повышения глобальных температур со времен промышленной революции. В прошлом году в результате производства и использования ископаемого топлива в атмосферу было выброшено больше 120 миллионов метрических тонн метана. Британские онкологи отмечают снижение смертности от рака в стране. Так, за последние 25 лет количество летальных случаев от онкозаболеваний в королевстве снизилось как среди мужчин, так и среди женщин. К примеру, число умерших от рака шейки матки сократилось на 54%, от рака легких на 53% у мужчин и на 21% у женщин. Причины успеха исследователи называют заблаговременное прохождение скрининга, что позволяет выявить болезнь на ранних стадиях. Свою роль сыграла и пропаганда здорового образа жизни в стране. Группа южнокорейских ученых разработала новый продукт питания. Речь идет о гибриде риса и мяса. В эксперименте использовали говядину, рис и рыбный желатин. Новый продукт по вкусу и текстуре напоминает говядину с рисом, однако содержит больше белка и жира. Эксперты считают, что рисомясо подойдет космонавтам, военным, а также жителям стран, где наблюдается продовольственный кризис. Стоимость килограмма продукта составляет 2 доллара. На его выращивание уходит до 10 дней. Египетские археологи обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Объект раскопали в 250 километрах к югу от столицы страны. Высота фрагмента почти 4 метра. Целиком же монумент мог достигать 7 метров в высоту, заявляют ученые. Сейчас исследователи ведут работы по реставрации статуи, чтобы воссоздать ее первоначальный образ. Нижнюю часть монумента обнаружили около 100 лет назад немецкие исследователи Рейхан Зерикова, 24КЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова